Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в клубе акробатического рок-н-ролла «Кристалл». Рядом с нами стоят спортсмены, тренера. Елена Юрьевна, несмотря на то, что, казалось бы, новый спортивный сезон только-только стартовал, но у вас уже идет полным ходом подготовка к очередным соревнованиям. Готовятся и старшие ребята, и малыши. Расскажите, какие планы вы строите на этот год и чего хотите достичь? Действительно, мы уже тренируемся не первый день, не первую неделю. Мы начали уже такую серьезную подготовку с августа месяца. Мы ездили на сборы в Тольятти, как обычно, тренировались ежедневно, усиленно. И у нас грандиозные планы на этот год. Мы собираемся войти не только в десятку уже лучших пар России, а также в пятерку, а может быть даже и в призеры. В этом году у нас много новых пар, акробатики и Б-класса. И мы в этом году обязательно поймем на Кубки мира опять. Так как он уже будет в Москве в ноябре месяце, мы обязательно будем выступать. Надеемся на хорошее место. Сборы проходят ежегодно. Вот что дают сборы для нового спортивного сезона? С моей точки зрения сборы дают, ну мало того, что это здоровье, дисциплина, ну и конечно же хороший, очень спортивный результат на следующий год. Так как мы занимаемся там каждый день, по нескольку раз в день. И можем как можно лучше отработать любой элемент, составить программу и работать столько, сколько хотим. Там уроков нет, школы нет, очень здорово. И тем более место очень замечательно, теплое. И бассейн, и речка. Мы там и отдыхаем, и стренируемся. Давайте дадим микрофон президенту клуба «Кристалл». Владимир Владимирович, подходите чуть-чуть поближе. Здравствуйте, Мария. Сейчас в какой форме находится клуб, в какой форме находятся спортсмены, тренерский состав. Владимир Владимирович, я знаю, что ваш клуб развивается. Вот расскажите об этом. Цели какие ставим? Это хорошее выступление на соревнованиях, чтобы ребята могли выполнить поставленные цели, выполнить какие-то там разряды, завоевать максимально хорошие места. Ну, в большей степени к этому стремимся, да. Но в этом, наверное, и заключается наше развитие, чтобы от простого к сложному. Ну, так вот постепенно, постепенно добиваемся поставленных целей. Ежегодно, перед началом нового учебного года, нового спортивного сезона, у огромного количества родителей возникает вопрос, куда отдать ребенка, куда его направить, какое выбрать направление, спортивное, творческое. Вот все-таки, что дает акробатический рок-н-ролл для развития детей? Ну, конечно, сразу могу, забегая вперед, ответить на ваш вопрос. Конечно, только акробатический рок-н-ролл. Объясню, почему. А теперь все плюсы, считаем. Будем вместе с детьми сейчас загибать пальчики. Ну, плюсы, наверное, там можно перечислять бесконечно долго, да. Но прежде всего, конечно, это акробатический рок-н-ролл, это танец с элементами акробатики. Чтобы достичь той формы и пика, чтобы выступать достойно на соревнованиях, необходимо много чего. Мы занимаемся довольно много там и общей физической подготовкой, и растяжкой, и специальные физические упражнения. Потом у нас есть акробатические элементы очень красивые, которые в большей степени всем нравятся. Если кто-то говорит, ой, ну как, ну это же танец. Это не танец. Это больше, чем танец. Это акробатический рок-н-ролл. Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется, когда зрители смотрят на выступления спортсменов, нет в зале равнодушных, потому что это энергия, это драйв. Да, Елена Юрьевна, это просто невозможно усидеть на месте. Хочется вскочить, даже не зная никаких па и дрюков, и просто вместе с спортсменами выступать. Именно так, поэтому милости просим, приходите. Всегда можете нас найти на нашей страничке и в соцсетях, и в интернете. Милости просим, мы для всех открыты. Добро пожаловать. Давайте спросим детей, чем же им нравится акробатический рок-н-ролл. Давайте знакомиться. Привет. Держи микрофон. Настя, сколько лет ты занимаешься уже рок-н-роллом? Почему решила выбрать именно этот вид спорта? Чем он тебе так понравился? Занимаюсь я уже год. Он мне понравился, потому что тут всякие разные красивые элементы. И интересные. Полин, скажи, пожалуйста, за что ты любишь акробатический рок-н-ролл? Видели, как ты только что репетировала своим партнерам программу. Ну, мне нравится акробатический рок-н-ролл, потому что сидишь дома, хочется куда-то выдать всю энергию, и некуда. А вот ходишь на рок-н-ролл, и ты прям вот прыгаешь, делаешь акробатические элементы, растягиваешься. Вот ты как считаешь, какие у вас шансы в этом сезоне, насколько готова ваша пара, насколько готов твой партнер к выступлению? Потому что огромное количество в клубе соревнований. Постоянно вы куда-то ездите? Ну, где-то на 98%. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она в этом году у нас прямо-прямо вот самая, как пирожочек такой испеченный. Я надеюсь на хорошее здоровье. Но главное, есть настрой, правда, побеждать? Да, есть. Чему уже научились? И сколько времени вы занимаетесь рок-н-ролл? Мы занимаемся уже второй год, начали заниматься. Полина, ну сложно вообще работать именно в паре, с партнером как-то? Не знаю, ссоритесь вы, не ссоритесь, или поддерживаете друг друга. Как у вас взаимоотношения строятся? Бывает, ну, спорим из-за чего-то там. Какое движение, где вот считает, считаю я, например, так сделать, он считает по-другому? Ну, бываем, спорим, да. Ну, это, наверное, все-таки, Юлия Юрьевна, это такой творческий, да, процесс. И споры, они всегда присутствуют, когда это пара. Это мальчик и девочка. Тут не может быть всегда одинаковых мнений. В этом вся сложность состоит, что короботический рок-н-ролл – это парный вид спорта и командный вид спорта. Вот, когда маленькие дети, это гораздо проще, если честно. Они друг другу или понравились, или не понравились. Ну, конечно... Но вы все-таки смотрите на ребят и понимаете, что вот здесь совпадают характеры, да? Их можно поставить вместе, из-за того что-то получится. Да, ну, вот есть такой, как бы, девиз «Лучшему партнеру, лучшая партнерша». Есть такое. Они такие разные. Бывает, что они танцуют очень хорошо, но они совершенно разные. И вот очень обидно. Вот кажется, что вот настолько хорошая пара будет, а они не могут вместе. Это вот как жизнь. Сама жизнь их учит. То есть они уже модель семьи создают на своих отношениях партнерских. И есть групповая у нас дисциплина – это «Формейшн». Это вообще очень сложная дисциплина. У нас она сейчас развивается. Девчонки очень стараются. Мы надеемся в этом году как раз показать результат. Достаточно высокий. «Формейшн». Мы вот парами, у нас хороший очень результат. Действительно, у нас такое было продвижение в прошлом году, что, в общем-то, мы вошли уже, как мы хотели, в десятку лучших пар страны. Действительно, мы вошли туда. И даже не в десятку, а в шестерку. Это был прорыв. У нас новый тренер появился по акробатике. Он чемпион всероссийских игр. Мы усилили свою команду. В этом году мы поменяли очень много программ. И пары поменяли местами. Там девочки, мальчики. И в этом году планируем еще больше усилиться. Вот. То есть мы должны… Может быть, уже в тройку поборемся? Я надеюсь. За лидирующие позиции на пьедестале? Это вот пары. Конечно, формейшн. Мы еще только развиваем. Потому что 12 человек вместе – это настолько трудно. Потому что они же все разные по характеру, девочки. И, в общем-то, им надо сначала подружиться и научиться дышать даже одновременно. Это действительно сложная категория, дисциплина. Вот. Но мы идем. Но все-таки акробатический рок-н-ролл – это в первую очередь техника. Отработка элементов. Да. Элементы все сложнее и сложнее. И я надеюсь, мы покажем, какие есть акробатические элементы на тренировке. Бывают очень красивые, но они технически сложные. Их выполнить. И необходимо, чтобы еще и весовая категория совпадала у партнера и партнерши. В танцевании у детей акробатических элементов нет. А вот у юношей, вот мы даже можем потом посмотреть, девочка вроде еще совсем маленькая, но она уже подходит под возраст юношей и уже будет делать акробатику. Это смотрится просто невероятно, что такой маленький ребенок. И вдруг… А мы сейчас это покажем нашим телезрителям, как это происходит. И Данил прокомментирует нам. Данил, ну только что посмотрели совсем небольшой фрагмент ваших трюков. Вот расскажи о вашей паре. Мы совершенно новая пара, так как мы с Дашей встали в пару относительно недавно, буквально вот в начале этого сезона. И у нас вот только все начинается. То есть мы разучиваем новые акробатические элементы, разучиваем какие-то джазовые куски из программы. Да и в принципе подчищаем там какие-то моменты. То есть готовимся к сезону, к соревнованиям. Что у тебя в голове происходит, когда вы делаете трюки? Волнуешься ли ты за свою партнершу? Потому что когда это смотрится, ну прям дух захватывает. Нет, я не скажу, что у меня прям присутствует какое-то волнение определенное. Как-то уже даже на автомате дело не замечаю. То есть потому что эти трюки мне все известны. И я их делаю не впервые. И поэтому никакой страх не присутствует. У тебя отличные результаты в прошлом сезоне. Каких успехов хотелось бы тебе достичь в этом спортивном сезоне? Конечно, хотелось бы достичь высоких результатов. Посещать как можно больше соревнований. И я думаю, что у нас это будет получаться. И я буду все делать для того, чтобы у нас получалось, чтобы мы выходили на крупных соревнованиях, как минимум в топ-10 пар. Сколько времени в неделю ты уделяешь акробатическому рок-н-роллу? Потому что нужно понимать, что это не одно, а два занятия по часу. Ну таких результатов просто невозможно достичь. Ну, стараюсь уделять как можно больше времени. Но, к сожалению, это не всегда получается. И причина этому всему банальная. Из-за учебы, к сожалению. Но все равно стараюсь посещать тренировки. А я знаю, да, Елена Юрьевна, что несмотря на то, что акробатический рок-н-ролл достаточно много времени занимает у детей, все ваши спортсмены, особенно те, которые поднимаются чаще всего на пьедестал, они практически все отличники. Да, как ни странно. Я сама была удивлена, когда узнаю, какие оценки. Я всегда это узнаю. То есть в году, в четверти. Все-таки мотивация у детей заниматься, заниматься, заниматься именно спортом, она настолько высока, что они все подтягивают, любые хвосты. Стараются без троек заканчивать. А некоторые вообще отличники. У нас, например, Катя Куликова, она сейчас вот в девятом классе, она решила, вот она круглоотличница, а она как раз входила в 15 лучших, и входит в 15 лучших пары России. Это я просто говорю про прошлые всероссийские соревнования. В этом году, например, мы планируем уже а мужчины и женщины танцевать. У нас есть замечательный партнер новый. В общем, у нас в этом году вот все как вот в первый раз, и это так интересно. Мы идем на тренировку с хорошим настроением всегда, потому что что-то всегда очень новое открывается, и энергетически такое прям состояние классное получается, даже если ты устал. То есть ты набираешься энергетики на работе, это замечательно. Вот, а домой прихожу и отдаю еще своим детям свою энергию. Хватает сил. Хватает, да. И все дети у нас, кстати, очень хорошо учатся. Действительно, вот это мне очень нравится. Дочников нет. Владимир Владимирович, давайте, может быть, в завершении нашей программы буквально несколько слов. Мне бы хотелось от вас услышать, как допутствие вашим спортсменам и тем детям, которые только-только собираются, планируют вступить в ваши ряды. Потому что вы готовы, как уже сказали, принять каждого. То, что вы сейчас делаете, может показаться, ну да, ну ходим на тренировки. На самом деле вы это пронесете через всю свою жизнь, это даст вам очень серьезную подмогу уже во всей жизни. Да, вы привыкаете и к дисциплине. Это будет отображаться и на учебе. И на экзаменах вы будете более спокойны, потому что вы уже можете выйти на сцену, да, перебороть тот адреналин, то волнение. И на публике не стесняться себя показать в наиболее выгодном свете, свете, да. Вот, поэтому ходим на тренировки, занимаемся, все в ваших руках, мы вам поможем. Быстрее, выше, сильнее. Ура! Да, давайте попрощить. Ребят, спасибо вам огромное. Желаю вам успешного спортивного сезона, только побед. Ну и, конечно же, ждем того момента, когда наши пары войдут в тройку лучших пар России. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok